я близорукий поэтому нуждаюсь в очках при вождении транспорта и поэтому я свои старые очки поломал не специально они упали разбились и и пошел заказывать новые в разные компании я уже много лет больше 20 лет нахожусь в одной компании называется фильмом и поначалу там было давали мне бесплатно это я помню потом спустя какое-то время цена начала подниматься я вот сейчас в компании был заказывать очки и они говорят стоит платить не надо 29 это просто рамка она бесплатная подготовка стекол и вставления стоит 29 евро его подорожало и отказ и моей тоже никакая помощь нету потому что указ я позвонил потом спросил они говорят если твои стекла минус 6 и выше тогда поможем а ниже 6 то помощи нету сам оплачивай все круче я заказала платил и пошел в интернет посмотреть если какие-то другие которые продают очки предлагают подешевле полазил полазь поискал что у нас здесь в городке есть и пошел в другую компанию называется apollo зашел к ним спросил самые дешевые очки по какой цене играть 20 евро я там сразу заказал получается у меня сейчас готовится двое пар очков одни за 29 другие за 19 90 так вот короче тридцаткой двадцатка на запас всегда лучше одни иметь потому что и сейчас мне никаких очков нету иногда хочешь одеть там на мотоцикле на транспорте поехать уже вдаль я хорошо вроде вижу но мутно читать читать ним почти не могу ничего знаки какие-то там нуждаюсь в очках и я вот такие вот рамку купил в магазине это очки для чтения в магазине 3 евро стоило я купил думал мне нравится рамка такая синий цвет нравится понесу пускай мне вставит для них уже меньше расходов они то что я принес свою рамку они говорят это стоит дополнительно 20 евро как почему нам надо под подстраивать подготавливать твои очки поэтому берем 20 это прямо чисто накалывать клиента и заработать дополнительно их не очки любого там ну есть бесплатные очки они бесплатно на них они не навариваются я же принес свои бесплатные они хотят на них навариться они ничем не отличаются такая же вот углубление я сверял не значу не хотят подстраивать там и ну так вот короче жду дальнейшем мне сказали примерно так вот 10 дней жди лучше потом сообщение на телефон и приходи забирай пришло также письмо от моей кассы они хотят от меня получить 3618 евро за прошедшее лето когда я был в канаде я им звоню но это повторяется каждый раз как я только с канады возвращаюсь это зимой приходит мне такое письмо где они хотят все время какую-то сумму от меня потому что пока я здесь германии находился за меня налоги и страх вот в кассу платила государство и я получал какую-то помощь от государства как только я уезжаю в в канаду я снимаюсь с учета здесь а и у них на перед они не получают деньги на мое имя и поэтому не думаю что я где-то может быть работаю и не плачу как говорится кассе и они как по каком-то там а вырешивают и выходит вот такая вот на четыре месяца примерно выходит такая вот сумма 3600 я позвонил говорю зависите у себя где-то там на тиц сделайте что я каждое лето нахожусь за границей у меня есть страховка альянс и у меня как раз на это время находится страховка они говорят ну пришли нам эту копию и мы как говорится аннулируют наши требования альянс раньше я думаю что дорогая компания но страховка за границей нужно ну сверил с другими она не такая же дорогая вчера сходил и в организацию который помогает вернуть налоги если ты мало в год заработал то тебе возвращаются налоги частично или все зависимости это подсчитывается все и вот короче раньше я делал сам все через программу которая привязана к налоговой тома но там сейчас так усложнили вход и использование всякие qr-коды коды всякие короче мне не получалось и так мне уже время стекает надо сделать то что этот налог вернуть надо за двадцать второй год я в том году двадцать третьем пробовал не получилось а улетел канаду завозился думала зимой будет время сделаю почти чуть не забыл завозился с машиной вспомнил быстро сделал это записался и вчера вот сделали но это стоит хорошо буквально мы даже меньше часа возились потому что мне много заносить не надо я работал только три месяца там зимой потому ехал опять в канаду и она засчитала мне вот расходы вот на сумму 115 евро хорошие размеры то что я ходил к двоюродной сестре она мне помогала тоже раньше это делать тоже не каждый разбирается в этом я и помогал выдавал 50 евро от себя лучше помогать своим чем чужим каким-то но я думал что у них схожу к ним попробую можно не что-то по-другому делают и могут больше вернуть назад чем я сам когда делаю но нет да она что-то по-другому делает она мне дала все листы как что она заполняла в компьютере но тут всякие расписки они мне могут на будущее пригодится если будут опять работать и возвращать назад налоги но на будущее я уже больше не буду к этим людям обращаться зачем платить вдвое больше когда можно самому бесплатно сделать или кому-то обратиться за полцены вот такая вот информация у меня есть вот такой вот журнал от компании rsd который предлагает дешевое путешествие вне сезона и я уже на эту осень заказал одно путешествие сейчас покажу родос агейс это носим на февраль короче 250 цена на две недели как здесь написано родос агейс это турция вот где показана южная часть турции то где-то анталия и вот тут расписано как говорится ноябрь тут надо за сезон доплачивать февраль начало феврале 0 другая половина уже 60 а дальше еще дороже все накручен самое дешево феврале и я вот выбрал 22 со штутгарта я лечу и доплачиваю 60 евро за штутгарта в сезон и еще 60 евро за это короче 250 плюс 120 это сумма и потом еще взял другую путешествие это ответил против суммы сумма всякие тут вот они меняются конечно год цены и сами путешествия что-то уходит что-то добавляется сейчас где мое второе путешествие вот каппадокия заказал уже в турции на две недели тоже вот так же прилетаешь в анталию и вот на путешествие первую неделю нас катать на автобусе показывать все а вторую неделю нас привозит на берег моря в хороший отель и там отдыхаем мы на свое усмотрение здесь и мне обошлось как говорится тоже я взял вот в ноябре здесь я за сезон я взял 17 вручение за сезон я взял 0 но не доплачиваю за аэропорт здесь стоит 0 но это уже как-то старая они засчитали мне 60 евро за аэропорт потому что бывает только один аэропорт с нулем сколько я смотрел доплаты и плюс само путешествие вот за 200 на одного человека 17 я улетаю в турцию на две недели вот такие два путешествия заказал по очень хорошим ценам ценам и скидкам внесезонно конечно многие говорят о там же уже холодно купаться невозможно я лечу туда не купаться а знакомиться с культур с природой это для меня важно и конечно меньше туристов немножко потише поспокойней это вот большой плюс для меня в последнее время уже стараюсь побольше там заказать потише минута мне так уж много и дешево потишести вот заходите в интернет в интернете смотрите rsd райзаде вот телефон звоните не формируйтесь в интернете тоже вся информация стоит ну там нету скидок вы получите скидку ешь ли уже записи запишитесь на это у них как клиент тогда будете получать и журналы и все на электронную почту скидки будет получать